Девушки отдыхают Водитель люксового внедорожника попытался скрыться от автоинспекторов, а также другие злоключения участников дорожного движения. Ребята, мы сутку идем, они оторвались очень далеко уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще немного, и пьяный водитель мог ускользнуть от патрульных экипажей Хабаровска. Малолитражка мчалась по городским улицам со скоростью 120 км в час. Каждый маневр беглеца был связан с большим риском. По встречке идет, говорят, сейчас ДТП, наверное, будет. Прямо, ребята, вон! Прямо прошли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лихач пролетал перекрестки на красный сигнал и всюду создавал аварийные ситуации. Казалось, он вот-вот разобьется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинает открываться! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя 15 минут напряженной погони Тойота оказалась в ловушке. Полицейские зажали ее между грузовиком и обочиной, а беглеца вытащили из-за руля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лихач сделал вид, что не понимает причину задержания и стал оправдываться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гонщик старательно демонстрировал непонимание и уверял полицейских в том, что строго соблюдал скоростной режим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От водителя разило спиртным. Однако он все обвинения в свой адрес упрямо отвергал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что, пьяный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за дела вообще? Полицейские выяснили, что автомобиль нарушителю не принадлежал. Он взял его тайком у своей жены, чтобы прокатиться по городу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Романтика? Украл, выпил в тюрьму? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет. В тюрьме забыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лишен права управления? Не очень. А, не имеешь? За езду без прав, да еще и в нетрезвом виде, горе водителя арестовали. Интересно, какое наказание придумает супруга, когда ее муж-угонщик вернется домой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вызывай, мусорок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С помощью домкрата и нецензурной брани водитель Лады Приоры демонстрировал жителям подмосковного Зеленограда свой темперамент. Вместо того, чтобы мирно разобраться в произошедшей аварии, мужчина принялся громить легковушку обидчика. А тот мирно снимал все на камеру своего телефона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сдавая назад, владелец вазовской четверки въехал в передний бампер Приоры. В аварии никто не пострадал, да и ущерб был минимальный. Однако экспрессивный водитель сразу же впал в истерику. С каждым ударом домкрата создавая себе все больше проблем. При этом разбушевавшийся мужчина обвинял виновника аварии в невоспитанности и хамстве. Снимай! Мама с вами попала. Уже снял все, уже все снял. Который какой-то невоспитанный воспитал. По словам хозяина Приоры, его машина стоила целый миллион. Возможно, поэтому разъяренный владелец дорогого автомобиля смело крушил старенькую четверку. А зря. После припадка неуравновешенному мужчине предстояло платить не только за ремонт разбитых стекол и кузова. Хозяин «Жигулей» вполне мог потребовать также компенсацию за моральный ущерб. Санкт-Петербург. На приличной скорости автомобили движутся по кольцевой автодороге. Внезапно водитель серебристого паркетника «Судзуки» резко давит на тормоз. Впереди небольшое ДТП. И водитель открыл заднюю дверь. Видимо, чтобы достать аварийный знак. Впасаясь от удара джипа, мужчина запрыгивает в открытый багажник. Пассажир отскакивает в сторону, но его сбивает черная «Шкода», владелец которой, уходя от столкновения с паркетником, выкрутил руль влево. Несчастного подбрасывают в воздух. Он падает на асфальт и замирает без движения. Там свежая авария какая-то. Тело все? Как так-то? Сейчас я приеду, то выстану. Водители суетятся вокруг лежащего на дороге молодого человека и вызывают медиков. Все спешат ему на помощь. Счастью, парень выжил. У него перелом ноги и сотрясение мозга. Германия. Мотоциклист демонстрирует навыки фигурного вождения. На заднем колесе может ездить не каждый. Он делает оборот на месте, но вдруг что-то идет не так. Видимо, на последней тренировке мотоциклист расслабился. Вот и не удалось показать до конца свое мастерство. Остается надеяться, что он остался церкви. Азербайджан. По дороге мчит свадебный кортеж. Гости стараются не отставать от разукрашенной машины молодых. Водители не обращают внимания на то, что едут по встречной полосе. Одна из легковушек идет на обгон молодоженов и выскакивает навстречу грузовику. В одну секунду веселый праздник омрачается страшной аварией. Теперь главное успеть доставить пострадавших в больницу. Автоинспекторам Хабаровска пришлось дважды преследовать одну и ту же машину. При этом нарушителей за ее рулем было также двое. Первый водитель не проявил сильного сопротивления. Заметив целый эскорт патрульных машин, автолюбитель сразу прижался к обочине. Во время беседы с водителем выяснилось, что мужчина сел за руль нетрезвым. В салоне иномарки находилось множество бутылок с крепким алкоголем. Пассажиры Лексуса продолжали откровенно распивать спиртное. Вскоре водительское место занял один из пассажиров Лексуса. Мужчина неожиданно завел двигатель и попытался скрыться. Одиннадцатый на тебя идет, разворачивайся. Чтобы никто больше не смог уехать, автоинспекторы попросили второго задержанного снять аккумулятор. Выполнив поручение инспекторов ДПС, мужчина решил сбежать. Скрыться от полицейских у водителя не получилось ни на машине, ни на своих двоих. Особо в нас не присудили. Поймали. Уже при составлении протоколов выяснилось, что у первого водителя никогда не было прав. Поэтому кроме штрафа ему ничего не грозило. Зато другой автолюбитель за попытку скрыться от инспекторов ДПС в нетрезвом виде мог лишиться своего водительского удостоверения. В итоге дешевле и без всяких проблем приятелям обошлось бы заказать лимузин с водителем. Далее в программе. Преступление и наказание в Хабаровске. Спецназ арестовал заказчика и исполнителя убийства. Травматический пистолет против ножа. Чья возьмет? За чистоту рядов. Слушай, я тебе сказал, два метра отошел. Автоинспектор задержал нетрезвых коллег из МВД, а также другие происшествия. Белая легковушка не успела отъехать от стоянки на улице города Хабаровска, как спецназ окружил автомобиль. На водителя и пассажира надели наручники. Все произошло прямо на дороге в считанные секунды. Водрождение. Кличка. В автомобиле двое мужчин выслеживали свою жертву. Но они не догадывались, что за ними тоже наблюдают из соседней машины. Полицейским стало известно о том, что в городе готовится заказное нападение на руководителя крупной транспортной компании. Мужчину должны были избить до полусмерти и надолго отправить в больницу. Все передвижения на машине стали контролировать полицейские. Настал день, когда преступление должно было воплотиться. Отчет пошел. Семь минут отчет. Я тебе потом... Через шесть минут тебя наберу. Возле белого универсала спецназ ждал команды к захвату. Но второй соучастник все не появлялся. Как только мужчина сел в автомобиль, началась спецоперация. И бандитов схватили. Полицейские обыскали задержанных, затем их машину. Но никакого оружия не нашли. Оказалось, что оба только посредники заказчика. А жестокий исполнитель ездил на другой машине. Вскоре к обочине на одной из дорог города прижали и его легковушку. Громилу заковали в наручники. Двое бойцов спецназа с трудом подняли его с дороги. В багажнике машины, на которой ехал здоровяк, нашлась бейсбольная бита. Ей-то он и должен был покалечить свою жертву. К счастью, полицейские успели вовремя. До места назначения машина преступника не доехала. Казань. Водитель Рено выезжает на перекресток под красный сигнал светофора и бьет Ладу 14-й модели. После удара оба автомобиля теряют управление и летят на девочек-подростков. Одна в панике бежит на обочину, другая пятится назад и чудом уворачивается от двух неуправляемых машин. После ДТП хозяин иномарки пытался обвинить в происшествии водителя Лады и уверял, что ехал на зеленый свет. Переубедить наглеца не смогла видеозапись и показания четырех свидетелей. В протоколе он указал, что правил не нарушал. Бывают и такие водители. Одна из автостоянок города Железногорска Красноярского края стала местом своеобразной дуэли. Мужчины не поделили девушку. Один из них приехал к ней на машине, другой пришел пешком. Выяснение отношений быстро перерастает в вооруженный конфликт. Уязвленный соперник достает травматический пистолет и нажимает на курок. Пешеход, уворачиваясь от пуль, отступает, прячась за машины и достает нож. Ситуация кардинально меняется. Уже убегает водитель. Невольный очевидец поединка на автостоянке снимает происходящее на регистратор и параллельно набирает 0-2. В конфликт на автостоянке вмешиваются пассажиры водителя с пистолетом. Но разгоряченного мужчину уже не могут остановить ни резиновые пули, ни численное преимущество нападающих. В конечном итоге трое приехавших пытаются укрыться в салоне машины. Кажется, что пешеход с ножом готов идти до конца. Он обращает соперника в бегство. Курьезные происшествия с участием водителя самосвала. Грузовик проезжает через ворота и в то же мгновение подпрыгивает. Десятитонная машина, что называется, встает на дыбы. Все из-за того, что она движется с поднятым кузовом и цепляется за ограничитель высоты. Передние колеса самосвала остаются на весу. Водителю приходится с высоты выпрыгивать из кабины. К счастью, все заканчивается благополучно. Кузов удается опустить. Ворота и грузовик выдержали столкновение. С крыши КамАЗа даже снег не осыпался. Санкт-Петербург. По дороге едет легковушка. Неожиданно она смещается на встречную полосу и врезается в припаркованные автомобили. От удара припаркованный внедорожник наезжает настоящую за ним машину. Также по касательной был задет еще один автомобиль. Выяснилось, что водитель Шкоды заснул за рулем. В аварии он не пострадал. Повезло и пешеходам, которые в момент аварии оказались на противоположной стороне дороги. В поселке Гнездово Смоленской области водитель легковушки не остановился на требовании инспекторов ДПС. На большой скорости нарушитель начал скрываться. Полицейский, не дожидаясь напарника, бросился в погоню. При повороте на скользкой дороге патрульный автомобиль закрутило. К счастью, трасса оказалась пуста и аварии не произошло. Недолгое преследование закончилось во дворах. В машине оказались трое сотрудников МВД. Пьяные и уверенные в своей безнаказанности, они поначалу решили просто задавить автоинспектора. Но когда тот достал табельное оружие, компания приутихла. Полицейский усадил присмиревшего нарушителя патрульный автомобиль. Пьяный товарищ нарушителя не сразу оценил серьезность момента и продолжал попытки оказать на автоинспектора давление. Слушай, я тебе сказал, два метра отошел. Послушай, все, что происходит, записывается на видео, я тебе объясняю. Если ты сейчас не отойдешь машиной на два метра, я буду вынужден уйти оружие, я тебе сказал. Нарушитель понял, что от наказания не уйти. Тогда он решил обвинить во всех грехах третьего товарища, который был с ними в автомобиле. Но все эти сказки не помогли двум взорвавшимся наглецам спустить все дело на тормозах. В итоге на обоих оформили административные протоколы, лишили прав, да еще и уволили из полиции. Нам такие защитники не нужны. В финале программы. Редкая птица в России. Убили, убили, убили милиция. Житель Марокко попал в криминальную хронику. Под счастливой звездой автомобиль остановился в метре от пешеходов. Усмирение непокорного. Я что, кому-то что-то оказал? Дебажира заковали в наручники и отправили в полицию. А потом ты будешь, да ладно, 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 ладно. Все, убили, убили, убили милиция. Курьезный инцидент засняли очевидцы на дороге. Поведение двух молодых людей не укладывалось ни в какие рамки. А началось все с того, что они врезались на БМВ в припаркованный автомобиль. После аварии лихачи пытались скрыться. Однако их машина заглохла. Очевидцы происшествия догнали беглецов, когда те толкали свой БМВ на соседней улице. А куда вы собрались, ребят? Отъезжай, они бухи, сейчас и в тебя врежут. Водитель выглядел и вел себя, как нетрезвый человек. Он показывал окружающим непристойные жесты. А затем и вовсе снял штаны. На всякий случай у него отобрали ключи от машины. Ты откуда родом вообще? Я французский. Водитель автомобиля с литовскими номерами оказался родом из королевства Марокко. При этом он хорошо изъяснялся по-русски. Вот, забирай мой ключ. До свидания. О, какое до свидания? Здравствуй, милицию ждем. Чего ты на меня наехал, слышишь? Иди сядь в свой... Темпераментному иностранцу посоветовали ждать автоинспекторов. А он в ответ начал провоцировать очевидцев на драку. Осторожней. Меня не трогай. Осторожней. Осторожней. Женя, 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 не трогай его, дурака. Давай. Я его не трогаю. Будь меня. Давай. Давай, будь меня. Я так хочу. Да ты и так забытиный, что тебя бытие. Давай. Никто на провокации не купился. Тогда иностранец притворился, что его избили и упал на дорогу. Простудись, а француз. Простудись, а ты сейчас бухой, тебе сейчас хорошо. А ты как бытиь меня. Что? Я тебя бил? А ты как бытиь меня. А, бытиь, да, ну понятно. Ладно, сейчас милиция приедет, бытиь будет всех. Нетрезвый дебошир продолжал дурачиться до самого приезда полиции. Оказалось, он давно лишился прав за вождение в пьяном виде. О-о-о! Два раза уже оформят по 130-й. Два раза по 130-й уже. Ну и как он ездит тут, ребята? Как он ездит, а? Иди отсюда! Все! Мараканец не стеснялся автоинспекторов, продолжая кривляться в патрульной машине. Но неожиданно его словно подменили. Пожалуйста, если у вас есть проблемы на вашей машине? Есть. Я буду. Я буду. Молодой человек пообещал хозяину помятой машины, что все отремонтирует. Какой, смотри, вежливый стал, а? Смотри, какой, какой. Да? Ты понимаешь, как люди меняются, да? Но как только уехали полицейские, иностранец сбежал. Куда? Ну, дел! Так его и не догнали. А через два дня автоинспекторы снова задержали мараканца пьяным за рулем. Видимо, плохо понимал по-русски. Красноярск. Лада протискивается на светофоре между рядами и задевает бортом автомобиль с регистратором. Нарушитель прибавляет скорость и пытается сбежать. Потерпевший бросается за ним в погоню. Однако лихач мчится, не разбирая дороги, и едва не сталкивается со встречным автомобилем. А вскоре снова теряет управление. Легковушка вылетает на обочину и врезается в дерево. Лихач мертвецкий пьян. Впоследствии выяснится, что автомобиль он угнал у друга, с которым выпивал всю ночь накануне. Город Рыбинск. Из троллейбуса выходят пешеходы и начинают уверенно пересекать дорогу по зебре. Водители едва успевают среагировать, хотя должны были снизить скорость заранее. Старенькую Ниву от резкого торможания заносит, и машина останавливается боком, чуть не сбив группу людей. Удивительно, но прохожие на это совершенно не реагируют. Зато автомобилист явно перенервничал. Он разворачивается, пересекая сплошную линию, затем еще одну, и уезжает по специальной полосе для общественного транспорта. Похоже, еще не пришел в себя. Автомобили входят в крутой поворот на одной из дорог Челябинска. Внезапно Митсубиши заносит, и она вылетает на встречную полосу. Две легковушки сталкиваются на полном ходу. Скорее всего, автолюбителям понадобятся не только эвакуаторы, но и медицинская помощь. Я что, кому-то что-то оказал или что? Кирове пьяный автомобилист начал буянить, когда его машину остановили полицейские. Он ругался и угрожал расправой всем без разбора, в том числе и пешеходам. О-о-о, ты что, пантохрул или что, я не понял. Знаешь или что, а? Знаю. Тихо, тихо, тихо. Ты лучше успокойся, братан. Когда полицейские на секунду отвлеклись, Тибашир чуть было не сбежал. Его пришлось усмирить наручниками. При этом в выражениях грубиян не стеснялся. Он кричал, что его задержали незаконно, и обещал позвонить влиятельным людям. А вот сказали, машину пересаживайте. Я сейчас... Телефон разлетелся. Садись. Дозвониться до подмоги агрессивному водителю не удалось. Он не переставая спорил с автоинспекторами. Сказано по-русски, садись. Телефон можно сюда? Вы административно задержанное лицо. Телефон можно сюда? Административное лицо. Телефон можно сюда? Ваши права сейчас ограничены. И попроще как-нибудь. На этом Тибашира отправили в участок. За всем этим наблюдала его пассажирка, спокойно попивая спиртное. Кем она приходилась нарушителю, девушка не сообщила. Почему водитель пьяный сел и все такое? Откуда я знаю? Спросите у водителя. То есть вы сторонний наблюдатель, да? Да. То, что он к вам обращался, это тоже как бы ничего страшного? Нет, я просто живу здесь рядом. И вы остановились возле моего дома. Вот и все. А, и тут где-то пиво тоже продают, да? Здесь, везде продают пиво. Видимо, у молодых людей было свидание. Парочка выпила, и пьяный водитель вместе с приятельницей поехал кататься по городу. Весьма сомнительная романтика. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!